всем привет здравствуйте приветствую вас прямом эфире тема у нас сегодня гели во флаконах пилите ничего страшного сегодня мы будем работать с вами гелями во флаконах привет привет эфир больше такой поболтать пообщаемся с вами отвечаю на вопросы задавайте по гелевой системы системе на любые вопросы с удовольствием с вами поговорю сделаю небольшую выкраску и расскажу о чем гели во флаконах отличаются гели в баночке сравним посмотрим всем привет напишите комментарии хорошо ли слышно можем ли мы разворачивать камеру и начинать уже непосредственно общаться по теме твоя не околот с нами аня привет всем привет ну давайте я тогда буду камеру разворачивать привет видно слышно я думаю что все хорошо да так так разворачиваемся а эфир сохраним они обязательно самый самый популярный вопрос а еще сохранить и до сохранить так сегодня работаем без модели сегодня показываю гели во флаконах речь у нас пойдет о гели soft milk soft pink soft nude и монофаз это гели во флаконах представленные с кисточкой очень удобный формат работы для мастеров которые не имеют еще навыков моделирования которые там не умеют наращивать очень классно подойдет этот вариант в формате укрепления натуральных ногтей то есть можно работать в формате гель лакового укрепления первое о чем хочется сказать это гели твердые это гели скульптурные это гели нерастворимой то есть это жесткая гелевая система работаем мы ими по системе трехфазной что это означает что мы должны подготовить натуральную ногтевую пластину обезжирить ее для дополнительного обезжиривания используемый nail prep следующим этапом ультрабонд и мы можем использовать под гелевую систему два варианта базовых покрытий это либо супер бонгель из классической гелевой системы либо бейс гель и системы гель лаковой все зависит на каких ногтях вы работаете то есть если ногти нормальные такие без каких-либо особенностей супер бонд применяем если ногти очень сильно влажные поврежденные там дают систематические отслойки то в этом варианте можно использовать бейс гель то есть здесь смотрите уже исходя из показаний непосредственно вашего клиента гели из флаконов я сейчас буду делать выбросочку сделаю их на типсах и первый вариант мы посмотрим с вами soft pink лэп гель почему они во флаконах у них вязкость более низко то есть они такие они более жиденькие в сравнении с гелями которые представлены в баночках здесь нам не нужно никаких дополнительных инструментов нам не нужно использовать дополнительную кисть мы работаем сразу непосредственно кисточкой из флакона гель имеет очень хорошие свойства самовыравнивания работать можно как в один слой так и в несколько все зависит конечно же от длины наносим первый слой далее мы можем взять капельку эту капельку распределить по поверхности очень легко не касаясь поверхности не касаясь типса либо ногтевой пластин у меня в данном случае типса представлены посмотрите видите у него вязкость какая он более жиденький я сейчас сравнение покажу гель в баночке для того чтобы вы поняли все мастера которые еще не работали гелями во флаконах чтобы вам было понятно работать можно переворачиваться с центровой работать можно несколько слоев просто идеальное самовыравнивание посмотрите как он выровнялся при том что я его только перевернула и сцентровала то есть особо каких-то специальных манипуляций долгих делать не нужен то есть это такой вариант для достаточно быстрой работы soft pink если мы его будем сравнивать с гелем в баночке в баночке у нас конечно внешне кажется что он более яркий и посмотрите по густоте то есть гель в баночке он более густой все остальные свойства свои прочность свою свою жесткость гель максимально сохраняет разница в вашем удобстве и разница в скорости конечно же кисточкой нанести гель на поверхность и сделать выравнивание получится гораздо быстрее нежели делать эту дополнительную кистью из банки поэтому здесь мастер для себя может выбирать то что ему скажем так по душе больше нравится такие варианты сейчас мы посмотрим цвет для того чтобы гель поместить во флакон с кистью его нужно сделать более жидким поэтому у него консистенция более жидкая в сравнении с гелем в баночке также мы его можем перевернуть сцентровать само выравнивание происходит чуть дольше потому что он более густой можно подтянуть с гелями во флаконах работа будет чуть быстрее происходить также подсушиваю и показываю разницу посмотрим есть ли она гель банки гель по флаконе во флаконе конечно формат такой максимально удобный мастерам которые не пробовали еще работать гелями во флаконе я рекомендую рекомендую попробовать потому что это эффективно потому что это быстро это очень удобно и если вы не проходили дополнительные курсы повышения по моделированию по наращиванию вы можете гелями работать в качестве по аналогии с гель лаковым выравниванием с гель лаковым укреплением то есть никаких таких специальных скажем так навыков не будет посмотрите по цвету гель во флаконе и гель в баночке разница в плотности потому что гель во флаконе он чуть более жидкий этот этот идеально самовыравниваются и идеально наносится это у нас софт пингель далее следующий вариант геля во флаконе это софт мил гель тоже очень классный очень удобный вариант такого молочного оттенка с легкой легкой розовинка то есть он не кипель на будет белый а он будет иметь легкую легкую розовинку достаем кисточку и наносим покажу нанесение у него полупрозрачная текстура можно использовать его для дизайнов можно например выложить блестки сделать градиент на подложку и сверху перетянуть сделать эффект молочных ногтей то есть он такой более более полупрозрачный при этом не кипель на белый а имеющие легкую розовинку гелями из флаконов нужно работать чуть быстрее то есть чуть активно выложили капельку разровняли перевернулись центровали и отправляем на просушку время полимеризации в лампе две минуты 2 минуты сушатся абсолютно все гели видите если сравнивать его с фоном с белым листиком то он такой более розовый оттенок и и также софт мил посмотрите вот видите в баночке за счет того что в банке у нас больше объем то есть большая глубина видно сразу видно что и цвет немножечко немножечко другой поделитесь в комментариях кто работает гелями в банке или гелями во флаконе какой формат вам больше нравится с каким продуктом с каким материалом вам удобнее работать сразу видите за счет вязкости за счет того что гель более густой у нас баночки слой сразу выкладывается естественно потолще и насыщенность цвета за счет этого тоже более плотно и поэтому вы можете выбирать если вам легкая такая вуаль нужна цветовая то можно взять гель во флаконе если вы хотите цвет более насыщенный поплотнее вам нужно выстроить большую толщину да например очень большая длина уже вы выполняете наращивание то тогда будет удобно работать гелем из банки по своим свойствам гели абсолютно одинаковые также я перевернула также центровала и чуть чуть подольше подержала смотрите идеально самовыравнивается отличный блик получается и в одном и в другом варианте и не так же просушиваю и мы с вами сравним посмотрим разницу формат у нас 15 миллилитров и в одном варианте и в другом для удобства мастера для возможности выбрать всегда вы можете выбрать что вам удобнее быстрее сделать чуть ускориться потому что бывают ситуации когда клиенты у нас опаздывают и либо когда у нас коррекция такая минимальная жидкими гелями работать быстрее да спасибо за комментарий совершенно верно посмотрите вот тоже гель во флаконе с кисточкой и гель в баночке вот такая разница этот этот у нас идет под названием soft milk soft pink мы сделали выкраску и soft milk и так и так удобно работать но вообще на самом деле когда ученики например на курсах если у нас девчонки есть инструктора тоже этот формат очень удобен сразу после того как вы учитесь делать гель лаковое укрепление да гель лаковое укрепление выравнивание натуральных ногтей и очень удобно потом переходить на гели во флаконах для того чтобы почувствовать гель и потом уже мы переходим на гели с при помощи выкладки с кистью такой скажем так плавный переход к моделированию следующий вариант геля во флаконе это soft nude гель также он представлен и во флаконе 15 миллилитров в баночке делаем выкраску сначала наносим тонкий слой потом все как в классическом варианте мы делаем ставим в центр каплю и выполняем выравнивание за счет того что он более жидкий очень быстро это происходит то есть вы буквально в центр капельку выровняли такими движениями вот кутикулы к свободному краю провели и гель сам сам выровнялся и создал очень красивую идеально ровную поверхность переворачиваем смотрите отлично просто очень быстро я быстро достаточно переворачиваю чтобы гель не стекал и не садился в боках или сильно не собирался в центре то есть здесь тоже нужно учитывать когда вы работаете кистью из флакона вы должны понимать что вы должны чуть чуть побыстрее это делать так сравниваем софт нут в баночке разница цветовая тоже видно видно она по той причине что густота геля разная и соответственно гель во флаконе усердно ложится более тонко очень удобно его использовать при коррекции вообще на мой взгляд такая незаменимая история когда коррекция когда нам нужно снимать полностью покрытие нужно только одну треть на трошу домоделировать гелем во флаконе это можно сделать очень очень быстро и максимально эффективно смотрите софт нут в баночке прям видно что у него другая вязкость что он более густой и требует такого более детального выравнивания поэтому если говорить о скоростном укрепление о укреплении на натуральные ногти то конечно скажем так лидирующей позиции все равно будет гель занимать во флакончике это большое преимущество скорости так перевернулась центровала здесь уже работаем более медленно и все равно получаем тоже очень красивый гладкий блик по цветам сейчас покажу пока типсы наши подсыхают если у вас есть вопросы можете позадавать мы рассматриваем гелевую систему жесткую нерастворимую разница между гелями во флаконе гелями в баночках работаем мы абсолютно одинаковая тем и тем продуктом в плане подготовки то есть ногтевую пластину обезжириваем наносим на лпп обязательно наносим ультрабонт наносим либо супербонд либо базовый гель и естественно покрываем по итогу либо выполняем цветное покрытие либо выполняем финишное покрытие это может быть используем дизайн либо стемпинг то здесь уже все зависит от того какой конечный результат нам нужен так смотрим смотрите видите за счет именно своей вязкости потом немножечко получается разной потому что гели во флаконах более жидкие это у нас софт nude milk pink nude и также во флакончиках у нас представлен еще один вариант это жесткого нерастворимого геля этот гель в отличие от предыдущих все три варианта предыдущие они у нас камуфлирующие то есть они имеют своем составе цветовой пигмент различный то этот вариант у нас называется монофас лет гель это прозрачный гель он более жесткий в сравнении с софтами с цветным пигментом монофас можно выполнять удлинение на форме можно выполнять удлинение свободного края также укрепление и точно также использовать для укрепления натуральных ногтей и работать при помощи коррекции то есть коррекцию монофас гелем мы тоже можем выполнять гель прозрачный по вязкости тоже показываю на типсе цветового у нас никакого изменения не будет потому что типс у нас тоже прозрачный если сравнивать гель монофас бутылки и в банке разница у нас будет точно такая же он будет отличаться гель во флаконе естественно более жидкий для максимального удобства работы кистью и для максимальной скорости также переворачиваем сцентровываем то есть чем более жидкий у вас материал тем быстрее он сама выравнивается и соответственно тем быстрее у нас получается отличный результат просушиваем и также для сравнения монофас лет гель в баночке очень рекомендую попробовать гелево флаконов мастерам которые еще не дошли до моделирования то есть которые еще не проходили курсы по наращиванию и вот через гель во флаконах попробовать поработать с твердым материалом по аналогии с гель лаковым укреплением обязательно понравится это будет очень удобно вы можете предложить своим клиентам более жесткое укрепление натуральных ногтей можно работать без опила вот преимущество именно флаконы с кистью в том что покрытие получается более таким идеальным более ровными но позволяет нам выполнить укрепление и абсолютно ничего не пилить вот как раз для начинающих мастеров это идеальный вариант когда еще такого нет понимания чит чистой и четкой архитектуры когда мастер еще скажем так не напилил не набил руку но вы видите что гель лаковое покрытие не у всех клиентов стоит как раз таки гель во флаконе это самый самый идеальный вариант а для тех мастеров которые уже наработали наработали и опил наработали и скорость это тоже даст большое преимущество то есть фактически по цвету они идентичны есть небольшая разница за счет плотностью то есть у нас здесь одинаковый продукт одинаковый цветовой пигмент разница только в плотностью за счет более жидкой консистенции они ложатся с таким более полупрозрачным эффектом мы и дизайн можем выполнять оставить в качестве самостоятельного покрытия уже как основа под дизайн можем очень эффективно работать без опила это очень удобно и гель монофаз прозрачный ну по сути разницы абсолютно никакой нет материал прозрачный в отличие от софтов жесткость другая другая жесткость материал более жесткий позволяет делать удлинение на форме также кисточкой флаг из флакона мы можем подставить формы и прям кистью из флакона выполнить удлинение и этим же материалом можем выполнить укрепление такой сегодня у нас небольшой обзорчик по гелевой системе мы с вами рассмотрели четыре варианта soft milk soft pink soft nude гель монофаз во флаконах с кисточкой для тех кто не успел еще попробовать я рекомендую эти продукты приобрести иметь их в своем арсенале как для профессионалов так и для новичков эти материалы отлично подойдут если у вас есть какие-то вопросы еще мы с вами можем еще пообщаться я вам с удовольствием отвечу напишите пожалуйста в комментариях если вопросы остались гели жестких гели твердые и они не растворяются ацетона содержащей жидкостью соответственно это материал который требует либо коррекции либо полного снятия такая выкраска у нас получилось очень удобный формат есть у нас флаконы черные с таким с логотипом квадратный флакон и также представлены флаконы круглые и вот здесь сбоку вы можете увидеть непосредственно тот материал который находится внутри так ну вопросов пока нет я думаю что если они у вас появятся вы можете оставить в комментариях мы обязательно на них ответим потому что эфир конечно же сохранится и в комментариях можно будет продолжить наше с вами общение такой получился у нас небольшой обзорчик подложка нужно до девочки подложка нужно обязательно так как это твердая гелевая система она требует всегда подложки подложку можно использовать в качестве базы либо супер бонгель либо бы из гель из гель-лакового покрытия вот такие варианты такой классическая подготовка под гелевое моделирование обезжиривание основа база и потом уже скульптура и естественно либо цветное либо уже в качестве места цветного уже просто финишное покрытие так ну с вопросиками все пока можно переосмыслить и задать их потом в комментариях спасибо всем большое за эфир так что нас тут еще гелия у кутикулы было замечено что гелия из баночки давали отслойки у кутикулы какая причина может быть смотрите причины отслойки на самом деле их масса и они абсолютно не зависят у нас вот того в баночке находится либо в во флаконе с кисточкой то есть здесь разница только в упаковке и здесь разница только в том что материал более жидкие все что касается прочности жесткости гибкости адгезии свойства абсолютно одинаковые поэтому здесь мы смотрим уже пробуем материалов много и у кого-то стоит жесткий гель более мягкие лучше тем у кого есть отслойки со стороны кутикулы возможно ногти влажные подвижные и например подойдет в качестве укрепления гель easy one кто-то лучше ходит с форм гель клеером либо с акригелем либо можно перевести клиенты если вы видите что из гелевой системы совершенно ничего не подходит можно попробовать перевести клиента на файбер базу она гель-лаковая за счет волокон она очень жесткая и скажем так по качеству покрытия клиент не будет чувствовать какой-то разницы потому что такая же жесткость будет присутствовать и здесь нужно пробовать нужно пробовать разные материалы и подбирать уже индивидуально под каждого клиента непосредственно так сейчас я пролистаю если ничего не пропустила по отслойкам причину вот просто масса тут и влажности и качество маникюра и базовые покрытия обезжириватель масса масса факторов которые могут повлиять на наличие отслойка поэтому здесь можно только понять методом проб и методом исключения ну пролистала вроде бы я вопросики не пропустила ничьи с удовольствием продолжу общаться с вами в комментариях девочки всем спасибо за эфир и за внимание и всем хорошего дня всем пока пока за эфир и за